Улов богатый. В основном бутылки и пластиковая посуда, но попадаются и крупные находки. Трухлявый деревянный настил и даже запчасти от автомобилей. Что-то оставили отдыхающие, что-то волнами к берегу прибило. Александр Емельханов уже пять лет на страже чистоты Волжских берегов. В последнее время с уборкой его бригады справляется гораздо быстрее. Уверен, чистота дисциплинирует людей. Не как первый раз. Есть сознательные люди, которые смотрят, и люди идут, убираются. Придут, как говорится, свои мешки, наш мешок бросят, на берегу не оставляют. Если все такие были бы, очень отличные были бы. И пляжи чистые были бы. Но пока не все такие сознательные. Местные жители возмущаются неаккуратностью любителей шашлыков, которые оставляют последствия пикника прямо у воды. Как правило, автомобиль есть, в пакет положили, в машине увезли мусор. Мусорные баки вот наверху находятся, на лейтенанта Шмидта, недалеко их везти. Вот даже сейчас едем, а мусор с нами. Пенять на отсутствие контейнеров не приходится. 18 больших бункеров для мусора стоят на левом берегу Волги. 24 контейнерных площадки на другой стороне реки. С середины мая и до конца октября постоянно проходят уборки пляжей и берегов. У нас заключительный этап. Канец октября проводятся заключительные мероприятия по очистке левого берега Саратовского водохранилища, то есть реки Волга. Такие же мероприятия проводятся по правому берегу. Больше тысячи кубометров мусора уже вывезли из водоохранных зон. Не только Великой реке, но и небольшим водоемом пристальное внимание властей. Очистят и приведут в порядок из 150 городских озер. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Марина Кравцова, Станислав Левин.